Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. В этом видеоролике хотел бы рассказать вам очень интересную, очень важную информацию по поводу вашего Android-телефона. Многие из нас пользуются настройкой под названием «Диктофон» в данном приложении. Однако не все знают, что когда вы пользуетесь этим приложением, и даже когда вы его не используете, то есть когда оно находится в фоновом режиме, то все равно ваш диктофон всегда включен и слышит все, что мы говорим. И, соответственно, вся эта информация попадает в руки администраторов или же создателей нашего телефона. И в этом видеоролике я хотел бы показать и рассказать вам, как же сделать так, чтобы диктофон у нас не работал в фоновом режиме, чтобы мы могли спокойно не волноваться о том, что кто-то нас прослушивает. Перед началом этого видеоролика прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, поделиться этим видео со своими друзьями и написать хороший комментарий. И давайте начинать. Итак, для начала нам нужно перейти в следующую настройку. Переходим в настройки, соответственно. После этого нажимаем поиск и тут мы должны ввести диктофон. Вводим, переходим сюда. Далее нам нужно найти кнопку очистить данные. Нажимаем и нажимаем ОК. После этого все наши данные, которые до этого были записаны, пропадут из базы нашего телефона. Удаляем. Далее возвращаемся. И после этого в настройках мы должны снова зайти в поиск и ввести автозапуск. Автозапуск. Вводим. Автозапуск в фоновом режиме. И тут у вас будет диктофон. У меня нет, потому что мой телефон уже... Я воскидывал до заводских настройок и тут особо ничего нет. Однако вам я советую отключить настройку вот здесь. Тут у вас будет диктофон и вы отключаете. И давайте перейдем к последней настройке, которую я вам сегодня покажу. Возвращаемся. Листаем вниз. И находим кнопку под названием конфиденциальность. Переходим. И далее нам нужно найти кнопку разрешения. Управление разрешениями. Переходим. И тут мы должны найти микрофон. Переходим в микрофон. И вот у нас есть диктофон. И тут вы должны нажать кнопку либо же запретить, либо разрешить только во время использования приложения. Однако я вам советую все равно нажать кнопку запретить и включать после того, как вы будете заходить в данное приложение. Потому что данная настройка не может вам ничего гарантировать. Ну, на этом все. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и пишите хорошие комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok